Длинная-длинная очередь в центре Красногорска. С утра в выходной. Зачем стоим? Сколько всего уже записалось человек? Сколько у нас примерно уже записалось? Примерно 80 человек. Все эти мужчины и женщины решили проверить себя, свою силу, выносливость и дух. На межрегиональный турнир по кроссфиту, по-русски этот вид спорта называется функциональное многоборье, заявиться мог любой желающий. Вы сейчас запишетесь дальше, что вы узнаете? Ну, предполагаю, да, конечно. Видела ролик, знакомилась с упражнениями. На старт выходят по три человека. Чтобы завершить дистанцию и остановить секундомер, нужно выполнить все девять заданий. Выполнить не только быстро, но и технически правильно. Любой брак фиксируют судьи и повторения не засчитывают. У нас упражнения идут со штангой, с гирями. Прыжки на тумбу, гребля, жим лёжа, рывки гантели, байк, перевороты по крышке и бёрк. Предугадать победителя до финиша невозможно. Гора мышц не даёт тут никакой гарантии успеха. Вроде поднял штангу быстрее всех, а на велосипеде застрял. А ещё запрыгнуть на тумбу надо. Гармония силы и выносливости – вот ключ к успеху. Давай, давай, давай! Самое сложное – объединить выносливость и силу, потому что они лежат в разных направлениях. Человек может либо быть сильным, либо выносливым. Вы, наверное, не видели, чтобы тяжелоатлеты бегали марафон, да? И марафонцы никогда не поднимают большие веса. А в кроссфете это как раз объединяется, что вы должны поднимать и большие веса, и делать их длительный промежуток времени. Это суперсложно! Насколько это суперсложно, можно понять, взглянув на участников после финиша. Ну, вроде гирю поднял, педали покрутил, попрыгал. Но у людей, которые, очевидно, занимаются спортом чаще, чем раз в неделю, не остаётся сил даже порадоваться. Как ощущения, скажите нам? Слушай, самое сложное, аэрбайк монотонный, просто монотонный. Остальное это в зале делаешь. Аэрбайк тяжело очень, монотонная работа очень долгая. А так приятный кайф. Что самое сложное, вот, по дистанции оказалось? Терпеть. Терпеть всё остальное легко. Кстати, стартовали спортсмены сразу в пяти регионах одновременно. Помимо Красногорска, ещё в Кургане, Архангельске, Улан-Удэ и Ульяновске. В Подмосковье, в итоге, оказалось больше ста участников. Если вы обратите внимание, здесь не так много профессиональных спортсменов, а обычных людей, которые ведут здоровый образ жизни. Вот. Поэтому мы будем и дальше делать. Это маленькая репетиция, в следующий раз мы делаем больше. А так, самый главный момент, это Министерство спорта Российской Федерации дало нам грант. У них было две номинации, либо пять регионов, либо 43. До 43 пока мы чуть-чуть не тянем, но обязательно догоним эту цифру. Турнир по кроссфиту превратился в итоге в городской спортивный праздник. Тем, кто пока не решился выходить на дистанцию, предложили посостязаться в стритболе, армрестлинге и даже шахматах. Обычно противопоставляют как-то спортсменов-качков и шахматистов, а здесь всё вместе. Всё должно быть гармонично развито. Невозможно быть хорошим шахматистом, если у тебя нет крепкого здоровья. А что, давай, может, пока он не видит, у него фигуру так аккуратненько. Нет. Почему? Не хочется, я не жульничаю. Не жульничаешь? Нет, не жульничаю. Так его обыграешь? Так обыграю. Я, вон, правил не знаю уже, сколько съел. Здесь многие даже пришли не сколько выигрывать, а сколько показать себя или посмотреть, насколько ты способен. То есть для себя. Это здорово. Плюс, опять же, я говорю, каждый из них это пропаганда здорового образа жизни. На них смотрят дети, это тоже здорово. То есть каждый отсюда всё равно вынесет своё. Кто-то медаль, а кто-то просто прекрасное настроение. Чемпионов во всех дисциплинах наградили довольно ценными призами. А проигравших? А проигравших в этот день и не нашлось. Максим Бойцов, Александр Алексеев и Александр Карамаш. Новости 360. Новости 360.